Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Ответственности за опасное вождение в нашей стране пока не будет Госдума отклонила законопроект, предусматривающий для лихачей штраф в 5000 рублей При повторном случае нарушителей планировалось наказывать штрафом в 10 тысяч либо лишать водительского удостоверения на срок до одного года Депутаты сослались на то, что термин опасное вождение можно трактовать слишком расплывчато Между тем в ПДД он появился еще в 2016 году Под этим подразумеваются в частности необоснованное резкое торможение частые перестроения в плотном потоке или несоблюдение дистанции Трасса 101 Социологи выяснили, какие функции в автомобиле российские водители считают излишними Больше всего голосов, 70% по данным агентства «Автостат» набрал электропривод багажника На втором месте оказалась система кругового обзора, на третьем – обогрев руля Также в перечень сомнительных опций попали система помощи при парковке, круиз-контроль, система помощи при трогании на подъеме, адаптивные фары, центральный подлокотник, иммобилайзер и обогрев форсунок стеклоомывателя В России хотят резко поднять штрафы для водителей за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и за неправильную перевозку грузов Инициатива рассмотрит Госдума В первом случае взыскание может быть увеличено до 10 тысяч рублей, сейчас максимум 800 Во втором – до 100 тысяч рублей Кроме того, шоферу, не прошедшему весовой и габаритный контроль, будет грозить штраф в 10 тысяч рублей, а также лишение прав на полгода Трасса 101 Один из иркутских автосалонов предложил к покупке гиперкар «Бугатти Дива» за баснословные 1 миллиард 120 миллионов рублей Автомобили, выпущенные в 2020 году, обещают доставить из Монако всего за три недели Пробег авто – 560 километров В движение машина приводится 16-цилиндровым мотором мощностью 1500 лошадиных сил На разгон до сотни требуется всего 2,5 секунды Всего таких автомобилей было изготовлено 40 На этом все, подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101